Дополнительные ограничительные меры вводятся на территории Хабаровского края в связи с ухудшением ситуации по заболеваемости коронавирусной инфекцией и низкими темпами вакцинации. Об этом было объявлено на заседании оперативного штаба в правительстве региона. Временно до 12 ноября будет приостановлена работа торговых центров, бассейнов, фитнес-клубов, детских игровых центров. Кафе и рестораны будут работать только на вынос. И это еще не все. С подробностями Антон Петрович. В Хабаровском крае за последние несколько недель фиксируется самый высокий прирост заболеваемости коронавирусной инфекцией по Дальневосточному федеральному округу. На больничном более 7 тысяч человек, из них 2179 в ковидных госпиталях. На ИВЛ в тяжелом состоянии более полусотни пациентов. Мы сейчас в первые двадцатки по росту. Нас опережает Москва, Московская область, Приморский край. Но тем не менее цифра прироста у нас достаточно высокая. Это порядка 20%. Ситуация с летальностью, она достаточно высокая. При этом Роспотребнадзор и сотрудники полиции в ходе рейдов выявили многочисленные нарушения противоэпидемических и санитарных норм в торговых точках общепития, общественном транспорте. Не соблюдается профилактические и противоэпидемические мероприятия, о чем мы предупреждали, о чем мы говорили. Сегодня мы видим, проводя контрольно-надзорные мероприятия. Их проводится вот сейчас на момент на больше 50. 82,5% выявлены эти нарушения. Сегодня мы вынуждены однозначно выполнить и усилить ограничительные мероприятия. Еще раз повторяю, тенденции к росту заболеваемости очень высокие. В связи с ухудшением ситуации по заболеваемости и низкими темпами вакцинациями было принято решение с 4 по 12 ноября в городах края, поселке Переяславка и Хабаровском районе закрыть торговые центры непродовольственных товаров, развлекательные объекты и алкомаркеты. Предприятия общепита будут работать только на вынос и доставку. С 4 ноября для посещения спа-салонов, косметических салонов, парикмахерских нужно будет предъявлять QR-код вакцинированного или переболевшего. А с 7 ноября это правило станет обязательным для использования междугороднего автомобильного и железнодорожного транспорта на территории Хабаровского края.